Ученики 22-й школы теперь смогут играть в футбол на современном поле. Сегодня здесь состоялось открытие новой спортплощадки, построенной по республиканской программе. Кроме того, принять учеников готова школа номер 87. Несколько месяцев сюда каждое утро приходили строители. Но теперь капремонт завершен. Какие возможности для детей откроются после сдачи новых объектов, расскажем далее. С хлебом и солью встречали сегодня гостей на открытии школы 87 после капитального ремонта. Здесь обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья, в основном слабовидящие. Изменилась территория вокруг школы, новое асфальтовое покрытие и три спортплощадки. Это особенно важно для учеников. У нас очень маленькое здание и нет возможности иметь полноценного зала спортивного. Благодаря этому капитальному ремонту у нас появилась замечательная возможность теперь заниматься такими видами спорта на открытом воздухе. Ребята уже опробовали и новые уличные тренажеры. Всего на капремонт и благоустройство территории было выделено 80 миллионов рублей. Внутри здания тоже изменилось. Теперь у нас сделали новые площадки, сделали новая мебель появилась, сделали неброский цвет стен. Я в школе со дня открытия. У нас и крыша протекала, у нас окна были недодежные, у нас решеток даже не было. Преображаются в Автограде и пришкольные территории. За последние пять лет в набережных щелнах открылось 86 спортплощадок. Пять из них построили в этом году. Сегодня новую площадку для занятий футболом опробовали ученики 22-й школы. Большинство из нас родом из спорта. Я тоже, как и многие мальчишки, играл в футбол, занимался другими видами спорта. Но для нас футбол ограничивался вот такой площадкой. Вместо старого поля огражденная территория с покрытием из искусственной травы, новыми футбольными воротами и сетками, чтобы мяч не вылетал за пределы площадки. По периметру установили освещение. Теперь заниматься здесь будет можно и в темное время суток.